По распоряжению городского головы Андрея Абрамченко в Измаиле 10 июня 2015 года создали рабочую группу по подготовке предложений о присвоении названий и переименований улиц города. На данный момент определены 70 объектов, попадающих под требования закона о декоммунизации. Мнения измаильчан по этому вопросу неоднозначны. Большинство пожилых людей против переименования. Они понимают, что переоформление документов повлечет за собой финансовые затраты с их скудных пенсий. Вы знаете, это очень тяжело, объяснить даже тяжело. Это столько работы надо, чтобы вот это все переименовать. Зачем? Это деньги. Я считаю, что это глупо. Это большая глупость в нынешнее время. Экономика на нулю. Денег нет ни в городе, ни в государстве. Это же нонсенс. Часть гаражам даже не захотели говорить на эту тему. Среди молодежи мнения различные. Есть немало людей, которые одобряют грядущие изменения. Они считают, что новые названия будут более патриотичными. Ну как, более положительно, потому что хотят назвать улицы национальным, ну именно нашим, украинским, а не тем, которое было раньше при Советском Союзе. А есть и те, кто не считает это телесообразным в нынешнее время. Я слышал, там будут разные переименования. Честно говоря, мне кажется, надо оставить так, как оно есть. Это мое мнение. Потому что все уже привыкли к данным названиям. И если их менять постоянно, то можно запутать просто людей. Измаильчан пригласили принять участие в обсуждении этого вопроса. Таблицу с перечнем улицам, подлежащих переименованию, можно найти на официальном сайте Измаила. Там же, в разделе «Громадские обговорыня» можно высказать свои предложения. Закон в любом случае необходимо соблюдать. Но эту работу можно провести так, чтобы со временем не пришлось задумываться над повторным переименованием.